...планирование, собственно говоря. Как можно видеть то, что находится за горизонтом? Ну, для этого есть инструментальные цели, для этого есть радиолокационные станции, работающие разных спектров излучения. То есть, увидеть то, что находится за горизонтом, это возможно. Значит, вопрос в следующем. А, собственно, а что будет за устойчивым развитием? То есть, как мы уже слышали, что первоначальная концепция устойчивого развития имела с собой основание, другую концепцию, цель тысячелетия. Она работала с нулевого по пятнадцатый год. ООН признала почему-то эту концепцию цели тысячелетия успешными и продлила ее на следующий период времени, с пятнадцатого по тридцатый год, назвав ее устойчивым развитием. Как вы поняли, пока мы разберемся с тематиками и с метрикой расчетов и реализации этой политики, собственно, наступит новый тридцатый год. И возникнет, значит, следующий вопрос, а что будет дальше? Каковы, так сказать, дальнейшие перспективы развития ситуации? Способны ли триединства экологии, экономики, социума решить нерешаемые, противоречивые, так сказать, тупики существующей мировой политики, мировой экономики и прочих историй? В этом случае мы вынуждены понять и, собственно говоря, какие вообще-то есть контуры будущего, какие есть перспективы будущего, а также понять методики, которые мы себе позволяем реализовывать в рамках достижения новых целей. Это методика эволюционной адаптации, это методика проактивного выбирания траектории развития. Какие методики достижения этих целей? Значит, я хочу сказать о следующем, что, значит, первым моментом, который является интересным, это гипотезы определения будущего. Существующие гипотезы по будущему, они крайне, в общем-то, ненаучные. Они, можно сказать, что они антинаучные. Например, гипотеза устойчивого развития, звучал Ильинский клуб, например. Знаете ли вы, что Ильинский клуб, так сказать, основывается на теории народного населения товарища Мальтуса? Это конец, по-моему, XVIII века, где Мальтус сказал, вы знаете, а у нас всех слишком много, а всего слишком мало. Поэтому всего на всех не хватит. Поэтому нужно каким-то образом ограничить народное население. Несмотря на то, что этот вывод Мальтуса был, так сказать, опровергнут, значит, практикой биологической, статистической, математической и демографической, тем не менее, теория Мальтуса, признанная антинаучной, является, так сказать, основанием для Римского клуба 1973 года. Дальше же эта, так сказать, теория под разными, так сказать, изменениями реализовывается в новых документах, которые выявляются в конечном итоге в концепцию стоящего развития. То есть, позволю себе сделать вывод, возможно, он кажется, так сказать, резким, что научное основание, так сказать, в Средиземенной редакции ООН ее нет. Поэтому цели противоречивы, они недостижимы, поэтому никакого развития в принципе нет, потому что слово развитие – это переход на качественный новый уровень реализации, значит, и получение качественного, так сказать, эффективности процессов. Вот всего этого концепцию он делать не позволяет. Соответственно, с этим это лишь имитационный путь для того, чтобы ничего не менять. Либо концепция в максимум, догоняющем развитие для самых остальных стран. То есть, о развитии будущего, шаг будущего, речь в принципе не идет, к сожалению, вопреки своего названию. Теперь, соответственно, какое можно предложить решение? А решение очень простое. Нужно всего нас его слово «развитие» и его реализовать в новом качестве. То есть, если мы вычленили, значит, на предыдущих мероприятиях, либо предыдущих научных работах, что есть некоторые субъекты – экономика, социум, экономия, ладно, бог с ней. Дальше – техносфера и прочие субъекты, которые существуют. Мы просто выводим каждый из них на новый уровень своего развития. То есть, плоскости экономики – это новые экономические модели, которые решают путь, решают тупик капиталистической модели, конец которого наступил в соответствии с прогнозами Адама Смита. То есть, ресурсная база для капитализма кончилась. Время требует новую форму реализации экономических взаимоотношений. Дальше – новая социальная модель. Человечество является субъектом нового качества. Человечество является, значит, чувствуя себя единым целым. У человечества выступает новая степень осознанности, потому что 5 миллиардов абонентов мобильной сети позволяют мгновенно друг другу передавать информацию, эмоции, банковских читат в том числе. То есть, это новая социальная реальность. Третье – это технологические, скажем так, реалии. Я являюсь, так сказать, сторонником концепции ВОН Кондратьева и техноукладов. Поэтому предложенная концепция техноукладов позволяет реализовывать, в общем-то, уделять качественные критерии развития нового. То есть, это выход на новую эффективность, выход на увеличение кратности процесса производства и эффективности процесса производства. Ну и еще это выход на новые физические принципы. Ну, грубо говоря, была физика простая, остальная физика квантовая. Возникает квантовая связь, она уже спускается, тестируется в России в том числе, и так дальше. То есть, технологический уклад позволяет работать и давать критерии определения нового качества развития. Вот, собственно говоря, вот с этой позиции, мне кажется, в этом состоит историческая миссия, в общем-то, сообщества мирового. Если Россия предложит эту модель, то будет, так сказать, лучше всего, наилучшим всего способом. Но, к сожалению, пока политической воли мы, наверное, не видим, даже в решении базовых вопросов и желаний. Вот, собственно говоря, это касаемо, значит, перспектив реализации устойчивого развития за сроком 30-го года. По окончанию этого года необходима будет новая глобальная научная инициатива. Соответственно, можно пробовать о ней подумать. А теперь методики развития. Значит, по методикам развития, по методикам достижения новых целей. И существует подход, эволюционный подход. Это очень простая вещь. Это выживаемость наиболее подпособленного вида. Значит, соответственно, природа нам предлагает определенные условия. Наиболее подпособленные виды, так сказать, приживаются, адаптируются. Остальные, соответственно, умирают, уходят в небытие. Такова логика биологической эволюции. Значит, готовы ли человечество к реализации новой модели эволюции? Эволюции предопределенно направленной. Где мы можем понять, что следующие шаги технологического развития будут таковы. Следующие шаги в экономическом развитии будут таковы. Следующие шаги, так сказать, в социальном развитии, в социальном прогрессе будут следующими. И состыковать новые контуры, новые контуры всех этих, так сказать, средств. В этом случае мы можем себе понять, каково следующее эволюционное развитие существующей цивилизации в современных формах. И понять контуры новых форм. Этот путь является эволюционно, скажем так, предопределенным. Это тот самый случай, когда не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас. То есть принципы в исторической перспективе вехи развития нового можно более-менее понять на уровне научно-эффективных методик прогнозирования. Вопрос в другом, как это реализовывать, но это вопрос уже, скажем так, тактики, но с ним тоже, мне кажется, нужно забраться. Так вот, очень маленький такой вот тезис, завершающий, наверное, да, что разница между биологически, скажем так, обреченной, значит, петлей развития, где выживающий вид, так сказать, адаптируется к новым условиям, ну, динозавры померли, а остались виноводные, да, так сказать, те, кто смог выжить. А есть ли путь социально обусловленной эволюции? Наверное, он есть. Например, феномен Дети-Спарты. Спартанцы выкидывали всех, сказать, слабых детей, оставляли только самых боевых, физически готовых, так сказать, да, инваленцев. В какой-то период времени человек сказал, вы знаете, мы пойдем по другому пути. У нас, так сказать, существуют высшие гуманитарные ценности. Мы будем биться за жизнь каждого ребенка, который родился недомошенным, который заболел и прочее, прочее, прочее. Соответственно, это показывает, что человечество, само того, может быть, не ведая, в масштабах исторической, глобальной, скажем, негаистории, человечество выбирает путь в социально ориентированной эволюции, давая шанс на выживание слабым, скажем, не знаю, там, индивидам, которые раньше были обречены на смерть. Это показывает, что переложение этого принципа на уровень геополитического развития мирового нам позволяет делать осмысленный шаг в социальной эволюции, где мы развиваем социальную эволюцию и построим под нее технологическую сферу, получая новые возможности, мобильный интернет, квантовая связь, все, что угодно, новые источники энергии и так дальше. И новые социальные модели. И в таком случае мы получаем следующие вещи, что сшивка новых социальных моделей поведения человека и бытия человека, продолжение увеличения возраста и так дальше, и сшивка нового технологического, так сказать, развития позволяет породить новые экономические модели. Вот есть специалисты в этом зале, одни из ведущих специалистов по блокчейн-экономике, например, и криптоактиву. Это один из примеров, когда новые возможности цифровой сферы породили новые, возможные экономические, скажем так, модели поведения. Они пока слабые, они пока волатильные, это блокчейн, это криптовалюты. Тем не менее, это новые модели возможной экономической практики. Вот на этом я позволю себе, так сказать, завершить ответы на возникающие вопросы. В своем выступлении я изложил свою методологическую основу, тематику развития будущего в загоризонтку, так сказать, исполнений, методику для достижения, и также примеры, доказывающие, которые, так сказать, позволяют мне делать такие вот обоснованные. Я закончил доклад, готов ответить на возникающие вопросы, если у них есть. Вы очень широко захватили, а в принципе, красный мидь, это устойчивое развитие. Причем тут совершенно биологический, сон, устойчивого. То есть устойчивое развитие, во-первых, можно пресечь, можно устраивать какие-то катастрофы генетические и так далее. Как обеспечить устойчивое развитие в неустойчивом миде? А теперь наш вопрос. Дело в том, что устойчивое развитие этого словосочетания, это в некотором смысле аксиомарон и неверный перевод. Вы просто, так сказать, интуитивно, генетивно ищите некие коннотации, которые там не существуют. Почему? Это четкий перевод термина, sustainable development. Там имеется в виду совершенно определенная вещь. Она близка к тому, о чем вы говорите. Значит, стало быть, мы понимаем риски, мы их оцениваем, мы проводим контрмеры, которые позволяют нам эти риски держать приемными зонами. Вот, грубо говоря, основная идея устойчивости с точки зрения управления, она вот такая. Разные мероприятия, социальными, социальными, спецоперациями, финансовыми, образовательными, по всем. Мировая война туда входит? По Мальту сударя. Уважаемые коллеги, вот здесь обращаю ваше внимание, собственно, что он-то затеял. Все люди-то не глупые и понимают, что вот этот эффект научно-технической революции, она началась, она с шестого года уже идет. У нас развилка, где две ключевые траектории, исходя из всех предыдущих научно-технических революций. Значит, первая траектория – это мировая война. Вторая траектория – это вот мир худой, да, с кучей проблем, но вот какой-то. Да, техническая революция начала 20-го века началась, часть была отложена, да, и дальше вышли через мировую войну. После этого она вот пустилась во все тяжкие. Есть риск повторения этой ситуации сейчас? Есть. А как вот концепция устойчивого развития рассматривает общественно-экономические формации в данном плане? Никак. Вообще исчезла. Термин исчез, рыночная экономика и все, да? Нет, опять же я вам говорю, как бы не совсем. ООН говорит, люди, вот смотрите, вот это вот контур архитектуры. Дальше, приложите голову, на основании этого контура сделайте четкий архитектурный национальный проект. Это вот представьте себе, вы решили дом строить, да? Вот дизайнеру, он вам там карандашиком раз-раз эскиз нарисовал, сказал, вот, можно поэтому эскизу строить. Нет, нужен архитектурный проект. И вот делать еще надо. Контуры есть? Есть. Проект есть? Нет. Его делать надо. Каждой стране сройки должны быть. А вот общественно-экономическую информацию трогать нельзя, да? Экономика пас. Уважаемые коллеги, я здесь все цел на стороне ООН. Почему? Потому что был в моей жизни период, я был отправлен учиться в университет марксизма-ленинизма. Уже понятно. Да, причем не районный, не районный, а городский. Это тоже понятно. Да, значит, по окончанию вот произошло два события. То есть, первое, я получил диплом с отличием. Второе, я понял, что вот вся вот эта фигура... Мы здесь не про личные дипломы, говорим. Изменим. Давайте биографию здесь не рассказываем. Проформанс. Зачем это надо? Проформанс. Давайте по существу вам говорю. Значит, есть мировые тенденции, есть факты, которые мы видим. А то, что там решили какие-то чиновники, которые никак не коррелируют с действительными событиями, нахрена нам это надо? Я вам задам простой, чисто конкретный вопрос. Вы знаете 17 целей, помните? Вы знаете, я вообще демагогией не хочу заниматься. Я вижу, что тенденции, которые есть, не имеют отношения вот к тому, чему мы говорим. Это неинтересно совершенно. Я вижу реальные действия, реальные факты, я вижу 200 с лишним военных баз, я вижу, что корабли захватывают, я вижу, что в нашей стране запрещен мотивированный труд. Нам трудиться нельзя. Чем вы собираетесь, какой валютой наполнять проекты, если у нас кроме нефти и газа что-то производить запрещено? О чем вы говорите дальше? Ну это вы видите телевизор, вы неправильно сказали. Что вы предлагаете? А есть еще жизнь. Я предлагаю прежде всего разобраться в той ситуации, в которой мы находимся. То, о чем мы здесь говорим, это не есть та ситуация, та яма, в которой мы находимся. Я хочу вам вспомнить, вот человек вспомнил Мальтуса, а я хочу вам напомнить Юма. Давайте посмотрим и будем рассматривать те тенденции, те проекты, из которых мы сможем извлекать пользу. Так какие проекты-то? Любые. Значит, первая польза, которую мы можем получить, это увеличить свое благосостояние. Нормально работать, нормально получать и нормально жить. Что для этого нужно? А вы где? Вы что, не видите, что происходит? Сегодня мы не можем жить в нашей стране. Вы не видите этого? Я не вижу. Сегодня плодится только нищета, больше ничего. Что делать? В сентябре выборы будут. Вы готовы? И чех. Кто-нибудь знает, за что будет голосовать. Я точно знаю. Потому что, прежде всего, в чем мы все нуждаемся, это в дееспособном управлении. О, понятно. В дееспособном управлении. Мы сможем начинать любые проекты развивать, и те, про которых он говорил. Не сможем. Только тогда, когда мы сможем что-то производить. Сегодня мы ничего не производим. И не можем мы организоваться. Это неправда. Это правда. Это правда. А вернусь от заложения. Позовите, что мы можем произвести. Позовите, что мы можем произвести. Лошарик. Лошарик. Ну, хочу сказать, что, например, в Ростях. А что, Лошарик? Хороший советский проект. Во-первых, проект получился спинда. Американцы без заложения делают все на дне, что нужно. Вместо того, чтобы понять, что случилось. Коллеги, отвечаю на ваш вопрос. А что мы производим, а не производим? Пожалуйста. В военной сфере России является одним из бироблитеров производства военной техники. Первое. Второе. В сфере, так сказать, экспорта продукции, продовольствия России является одним из ведущих производителей, как положено, зерновых. Третье. В области традиционной сферы. Есть сферы новой индустрии. Интернационные трактора. Которые... 1913 год. Коллеги, коллеги, вот вы просто не в курсе, может быть, я вам рассказываю, что есть глобальные компании, российские основатели, которые... Константину Бабкину скажите, вам расскажут. Он посмеется очень. Мы у него на Ильинке в год по 10 раз бываем. Там все иммигранены, вся эта наша верхушка экономическая. Она вам хорошо расскажет, как у нас обстоят дела. И в сетьхозяйственной области, и в другой. Мы имеем в виду ситуацию классическое. У одних позиций, скажем так, радикально негативные, у других радикально позитивные. Так всегда правда является где-то посередине. Что-то мы безусловно производим. В некоторых отраслях Россия является безусловным лидером. Пожалуйста, атомное вожеостроение, ракетные запуски пока еще. В областях производства ванно-городного употребления Россия очевидно, что проигрывает. Это все признают. В областях, как положено, новой экономики, интернет-технологии, российские компании являются лидерами мировой экономики. То есть ситуация не такая, и не плохая, и не хорошая ситуация разная. Извините, откуда у вас эти аргументы? ООН, весь мир. И вдруг какие-то отдельные факторы, связанные с Россией. Да специализация Малайзии на первом месте по производству компьютеров. Что вы обсуждаете? Ну, не производство, а протологию. У каждой страны сегодня есть своя ниша. И Россия пчеловодство. Значит, ВОЗ производит. Шубы, меха. Я только что назвал. С древних времен. Какие проблемы? Я извиняюсь. Я, значит, был в этом году, в прошлом, позапрошлом ВМИ, энергетический институт. Там была конференция. Там была приведена цифра. И она была подтверждена, по-моему, еще с Улакшином. 0,3% доли России. Нету у нас в чем? В производстве. В чем в производстве? В мировом. В мировом. В мировом. Нет. Полтора. Это ВВП. Я нефтегаз не считаю. Производство. Мы не произвели. Это наши деды произвели. А мы у них украли. Ресурсы и производство. Только объективным экономическим оценкам. Как бы там ни было, нефтегаз является отраслью, нефтегазовая промышленность всегда является. Она ходит в учет ВВП, да, в уходе. То, что вы их не считаете, это ваша, сказать, ну, субъективные права. Вы можете, по-моему, что это, конечно, излагать. Ну, говорят, что, знаете, доля мировой экономики России, мировой экономики полтора процента. Но я, вот лично я, не считаю, что нефтегаз является... Поэтому он 3% я считаю. Это вы можете, с последовательной поправкой, вы имеете право на выступление. В науке, да, в науке такое. Коллеги, я предлагаю приступить к дальнейшей родительной нашей темы. Она, безусловно, называет много вопросов. И все время, постоянно, так сказать, несмотря на системность поставленной проблемы, всегда есть желание приземлить ее на свой и личный опыт, и персональный опыт, и на ситуацию в стране, где много и хорошего, и плохого. Тем не менее, мы попробуем выдерживать научность дискуссии в том, чтобы сохранять текущую рамку и текущую тематику. Я прошу следующего выступающего, значит, к нашей трибуне. Продолжение следует... Продолжение следует...